МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» Барнаул в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале и в Ютубе. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Закон о проектах расширения полномочий полиции. Что можно ожидать от защитников правопорядка? Водители, кондукторы в трамваях и троллейбусах. На какой срок и почему? Юный герой Барнаула – 10-летний мальчик, предотвративший насилие. Октябрьский районный суд продлил срок ареста Андрею Голубцову, бывший замглавы Алтайского минстроя, провезет дома еще два месяца. Судя по всему, расследование уголовного дела, в котором фигурирует экс-чиновник, далеко до завершения. Напомним, Голубцова задержали в апреле этого года. По версии следствия, он получил взятку в 2 миллиона рублей от директора одной из фирм, которая занималась строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. За полученные деньги Голубцов обещал покровительство директору фирмы при заключении контрактов. Отметим, что суд уже не в первый раз продлевает срок ареста Голубцова, на этот раз до 14 февраля. А теперь к цифрам статистики дня сегодняшнего. Вновь заболели коронавирусом в Алтайском крае 218 человек. Общее число заболевших с начала пандемии приближается к 30 тысячам. По-прежнему много людей умирает от COVID-19. Сегодня это 14 человек. В тяжелом состоянии 494 пациента. К аппаратам ИВЛ подключено 134. Госдума приняла в первом чтении изменения в закон о полиции, предложенные правительством. Там говорится о расширенных полномочиях для обыска вскрытия квартир, автомобилей и даже расплывчатые формулировки о более свободном применении оружия. Андрей Дреер поговорил с экспертами и попытался разобраться. Все-таки есть в поправках что-то новое или нет? Обыскивать в любом месте, в любое время оцеплять район, вскрывать машины, квартиры – это короткое перечисление новых поправок в закон о полиции, которые уже приняты Госдумой в первом чтении. Многие напуганы. Отношение к полиции у граждан и без того традиционно настороженное. Сотрудник ведомства в переписке с журналистом нашей редакции назвать себя отказался, уверен, ничего нового изменения не привносит. Ну, про жилище говорится в статье 15-й, про оцепление в 16-й, про оружие в статьях 23-й, 24-й. Просто так машины вскрывать все равно нельзя будет. В поправках еще будут дописаны основания, в каких случаях можно будет все это делать. Это и раньше было. У нас ничего от этого закона не изменится. Я, когда работал в следствии, мы часто без судейского решения заходили на обыск в квартиры в случае, ну, не терпящих отлагательств. И раньше было можно. Если дело не терпит, проникай в жилище без решения судьи, только потом поставь в известность и судью, и прокурора. Статья 156-я Уголовно-процессуального кодекса. Но если почти все нормы повторяются, зачем принимать поправки? Законодатели в пояснительной записке к проекту закона пишут, что это, цитата, «исключение из отраслевого законодательства норм, которые носят неопределенный характер». Но тогда вопрос, зачем менять в законе фразу «при наличии данных» на «если имеются основания полагать». То есть фактов не надо. Для полноценного обыска достаточно будет подозрений. Во-первых, кажется, это все-таки добавляет неопределенности в законодательные нормы, а не отнимает ее. А во-вторых, как мы понимаем, многие относятся к обыску не как к возможности полицейских что-то у вас найти, а скорее как к шансу что-то подбросить и уже потом завести на вас фабрикованное уголовное дело. О том, что большинство, к сожалению, именно так воспринимает работу правоохранителей, сейчас говорят цифры. Опрос Левада-центра прошлого года показывает, внимание, 66% россиян считают, что подбрасывание наркотиков полицейскими – обычная практика. Такое мнение укрепилось после резонансного дела московского журналиста Ивана Голунова, которому и подбросили наркотики. В его защиту выходили на митинги, публично выступали знаменитости и правозащитники. Что же думают последние, когда свободу обысков расширяют? Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин уверен, что злоупотреблениями полицейских должны заниматься представители силовых же структур. А поправки, по его мнению, в целом унифицируют, приведут в порядок работу правоохранителей. Но есть и минусы. Ну, такие фразы, как следует полагать, что что-то не так, следует расценивать обстановку, как угрозы нападения на полицейского и так далее. Эксперты говорят о том, что нужно еще поразбираться, нужно еще поработать над этими формулировками, потому что в данном случае нужны очень четкие понятия, четкое понимание действий. Профессиональный юрист и общественный деятель Людмила Жгун тоже видит в поправках и плюсы, и минусы. С одной стороны, определенного рода преступлений за год коронавирусного кризиса стало больше, и увеличение полномочий поможет полицейским бороться с ними. С другой стороны, опять, если говорить о том, что какие досмотры, какие у нас ограничения там вводятся и указываются, то, конечно, здесь сомнения, будет ли у нас именно защищен гражданин в рамках данного закона. В принципе, как я говорю, что поживем-посмотрим, но хотелось бы, чтобы не так серьезно вносились быстро так изменения. Время учесть мнения экспертов у законодателей еще есть. Второе чтение впереди. А мы напомним, если сотрудники полиции, как вы полагаете, нарушили ваши права, вы можете обратиться к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае. Например, в этом году 65 барнаульцев сообщили о нарушении их прав в ходе дознания и предварительного следствия. Андрей Дреер, Николай Шелко, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. За минувшие выходные с улиц Барнаула вывезли почти 16 тысяч кубометров снега. Пока дороги чистые, горожане обращают на это внимание и в то же время указывают, где деятельности коммунальщиков недостаточно даже при таких небольших сугробах. Вот выгружает Нагорная 6-я 15-е. Вот он дом. Вот там Дар с краевой больницей. Вот КамАЗ оттуда ездит. Будет всю ночь ездить. И не один, штуки два. И вот так, по словам людей, каждый год. Снег, привезенный с улиц, теперь растет вдоль трассы здоровья. Сюда его привозят, а местный не убирают. Вот он на тротуарах. Тропы протаптывают, если могут. Плохо ходить. Неудобно, некомфортно. Поэтому считаю, что, конечно, обязательно надо. А где-то еще в городе есть такие места, которые требуют внимания? На Ломоносово. Там, если вот снег выпадет, снегабан. Там же и автобусы ходят, 77-й, 80-й. А людям вообще практически невозможно. Барнаульцы признают, снега пока немного, но уже есть на что обратить внимание коммунальщиков. Например, на узкие пешеходные дорожки. Ну, вручную, наверное, это нереально. Что-то нужно думать. Потому что, особенно челюскинцев у нас. Во-первых, узкая, во-вторых, трамваи. Во-вторых, вот эти дорожки. Перепады вверх-вниз. Частные дома, лаборы тоже как бы. Не знаю, нужно что-то. Ни коляску провести, ни проехать, ни пройти. Сделать дорожки проходимее, а заодно и отработать наказание в виде обязательных работ помогают осужденные. Убирают снег и налить стратуаров и встают на путь исправления. С 8 до 12 убираем долгий лед. То, что помогает человеку исправиться. Сейчас у нас в бригаде 10 человек. В прошлом году было 30. Можем и 2, и 3 бригады. Сколько человек нам поставят, чем больше, тем лучше. Поэтому снега зимой много бывает. Налить нужно убирать, снег тоже нужно убирать. В труднодоступных местах, куда не может зайти техника. Сейчас на улицах города работает несколько бригад, почти 100 осужденных. Кстати, благодаря им скоро станет проще ходить по улице Матросова и Пионеров. Но в период снегопада 100 человек на весь Барнаул как капля в море. Жители берут лопаты в руки сами. Обильный снег. Быть здоровыми, счастливыми. Пожалуйста, администрация железнодорожного района, обратите внимание на свой участок, который трактор мимо проходит. Практически ежедневно на улицах города работает около 70 единиц снегоуборочной техники и больше сотни дворников. Снегопад прогнозируют до конца недели. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. В Барнаульском электротранспорте посчитали, что им не хватает примерно 40% кондукторов. Огромный дефицит и стал причиной того, что по городу будут ездить трамваи и троллейбусы без кондукторов. Правда, речь идет лишь о нескольких вагонах и малозагруженных маршрутах. Планируется, что водителям придется совмещать свою работу с работой кондуктора и обелечивать пассажиров. Вход-выход будет через первую дверь. На вагоне будут таблички, где пассажиры могут увидеть, что этот вагон не в обычном режиме работает, а через оплату у водителя. Кстати, в Горэлектротрансе в таком случае просят использовать безналичный способ оплаты. В предприятии считают, что многие пассажиры даже не ощутят никаких перемен, да и это мера временная, пока не будет заполнен штаб кондукторов. В Горэлектротрансе пояснили, что нехватка сотрудников была всегда, но в этом году особенно из-за пандемии. Сейчас многие кондукторы, особенно пожилого возраста, находятся на больничном. Да и работать в непростых условиях за 21 тысячу согласен не каждый. Не каждый сможет проснуться в 3 часа утра, ехать на дежурном транспорте до места назначения, в депо, и поздно потом приезжать с работы. Тем более сейчас в условиях пандемии кондуктора у нас нагружены тем, что постоянно должны носить маску. И в то же время они же еще обрабатывают подвижной состав на конечных станциях. То есть это тоже дополнительная работа для кондукторов. Когда на рейс выйдут первый трамвай, троллейбусы без кондукторов обещают озвучить в ближайшее время. А вот что уже известно, это какие участки теплосетей в ближайшее время ожидают ремонт. 15 километров трубопровода заменят в Барнауле в 2021 году. Работы будут вести на улицах Малахова, Чернышевского, Сухова, Юрина, Энтузиастов, Балтийской, Диповской, Мусоргского, на проспекте Ленина, Павловском тракте, а также в поселке Пригородный. Кроме замены трубопроводов, в Крыевой столице обновят оборудование и конструкции теплосетевых объектов. Общая сумма работ оценивается более чем в 350 миллионов рублей. Бизнесмены региона. До конца недели нужно определиться с системой налогообложения, на которую они перейдут. Об этом заявил новый уполномоченный по правам бизнесменов Андрей Осипов. Для индивидуальных предпринимателей это либо патентная система, либо упрощенная. Для юридических лиц только упрощенная. По словам Осипова, с 1 января бизнесмены автоматически перейдут на общую систему налогообложения с полной бухгалтерской отчетностью. В конце ноября краевые депутаты приняли новую редакцию закона о патентной системе налогообложения. И теперь суммы патентов в большинстве случаев равны той сумме, которую предприниматель платит по ЕНВД. Возможность перейти на патент есть у большинства. Но до Нового года почти две недели, а в Крыевой столице только начали появляться елочные базары. И особой активности вокруг хвойных пока не наблюдается. Такой он 2020-й. Нужна ли барнаульцам елка? И если да, то какую они выбирают, узнавал Никита Ермаков. Зеленые, пушистые, пахучие, на любой вкус и цвет. Елки уже морозятся на зимних базарах. Впрочем, в середине декабря 2020-го люди не особо заинтересованы праздником. Но и не все точки продаж хвойных уже работают. А в этом сезоне их в Крыевой столице должно быть больше 120. Проехав по центру, мы нашли один базар. Продавец говорит, люди подходят, пока больше интересуются. Выбрать правильную елку – тоже наука. Это очень хороший вариант, да? Большинство елок, да. Это отличный вариант для семьи, для детей. Цена в основном зависит от симметричности елки. Это во-первых, то есть елка должна быть равномерной. То есть может быть даже елка пониже, да, будет стоить подороже, чем елка повыше. Потому что она будет посимпатичнее, покрасивее, правильно? Дерево высотой в метр обойдется 800 рублей. Больше метра – уже 1500. Еще выше – от 2000 рублей. Особо густая ель может стоить и дороже. Такова цена новогодней красоты. К слову, на ее стоимость пандемия не сказалась. Мы уже купили. А расскажите. У меня внуков много, и дочь уже купила и поставила для настроения. А какая елка-то искусственная? Нет, натуральную мы покупаем для них. Те, кому жалко денег и место в квартире, покупают хвойные букеты за символические 150 рублей. Кстати, Барнаульцы предпочитают пихту. Дерево ароматное, хвоя не опадает месяц. Привозят на базар ее с питомников из ближайших районов. Существуют целые питомники, где выращивают специально, чтобы не носить природе, экологии ущерб, специально выращивают саженцы, пихты для именно новогодних целей. Также новогодние, так скажем, в кавычках елочки получают с различных лесохозяйственных мероприятий. То есть это прочистки просек, это прочистка всяких линейных объектов, такие как лэп, нефтепроводы. То есть там, где не должна по технике безопасности произрастать какие-либо деревья. Тех, кто решил сэкономить и срубить деревца в лесу, ждет штраф 300 тысяч рублей. А если дерево спилили, размер штрафа вырастет до полумиллиона. По словам лесника, сумма оправдана, ведь даже такой штраф не окупает многолетних усилий по выращиванию елок. Браконьеры рубят как попало, варварски, под корень. В ближайших к Барнаулу районных питомниках растет ель, сосна и самая популярная пихта. Приводят ее преимущественно из Заринского района, но к Новому году берут не все дерево, а только вершки. Нижняя часть идет на переработку и превращается в ОСБ панели или сжигается. Но настоящий тренд последних лет – искусственная ель. В магазинах от 1000 рублей для настольного варианта. Двухметровая красота – от 4000. Цены кусаются, но все больше барнаульцев выбирают экономию в будущем. Или выступают за экологичный подход. В конце концов, свой праздник. Каждый определяет сам. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком. Юные волонтеры Барнаула помогают белкам и птицам пережить зиму. Вместе с родителями и под руководством орнитолога они делают в парке Изумрудной специальные игрушки-кормушки. Они сделаны так, чтобы учесть рацион этих животных. Во-первых, эти игрушки достаточно твердые, потому что и у белок, и у птиц клювы и зубы растут всю жизнь. Поэтому нам кажется, что это как цемент, а им это очень полезно. Во-вторых, они будут висеть, эти игрушки, на веревочке. И достаточно сложно, и она шевелится. То есть для птиц это определенного рода игра. Отсюда выковырять семечку. В лесу еще более-менее нормально, но в городе им тяжело найти еду и летом, поэтому зимой вообще пипец. Птичкам нельзя печенье, а можно семечки, какие-нибудь сухарки. К нам пришли птички. Мы, когда начали убирать вкусняшки, они пролетели и начали доедать те, которые мы еще не убрали. Юные волонтеры вместе с орнитологами напоминают, что печенье или хлеб просто забивают желудок птиц, а просроченные или соленые продукты их травят. Полезными будут сырые семена, сушеные овощи. Умельцы делают кексы из сала и злаковых. Но важно не перекормить и не прикормить птицу, а только помочь ей выжить. Юный герой живет в барнаульском поселке Лесной. Следователи наградили 10-летнего Мишу Домникову медалью «Доблесть и отвага». Летом он спас от насилия четырехлетнего ребенка. Татьяна Голубева сегодня познакомилась с мальчиком. Какие они современные герои? Расскажем далее. Именно здесь, показывает нам Миша, летом все и случилось. На знакомого почти всему поселку, психически нездорового мужчину, он обратил внимание, когда тот повел за дом ребенка. А уж когда этот человек стал маленького мальчика раздевать и раздеваться сам, Миша ждать не стал. Здесь лежал камень, я его взял и побежал к нему, и ему угрожал, чтобы он отпустил мальчика. То есть он спугнул его. И тот встал, и тогда Мишка побежал уже вот сюда за дом, закричал. Я услышала, что он кричит «мама, мама, мама». Это сейчас Ольга спокойна, а тогда, говорит, всю ночь не спала. А утром обратилась в полицию. Мужчину задержали и осудили, хотя он и не ведал, что творил. А Мишу следователи представили к награде, которую он получил недавно вместе с двумя подростками из Быстроистокской школы. Ему было приятно и только. Я как и был простым мальчиком, так и осталась. Просто сделал хороший поступок, все. Мишка у нас, как сказать, он не такой уж смельчак, что вот он кинется, да, безрассудно. Он наоборот, я считаю, он такой очень осторожный мальчишка. Но в этом плане, вот, наверное, сыграло вот это его, ну как, он сострадательный очень. Вот. И жалостливый очень. То есть он, видимо, вот это в нем сыграло, вот это жалость к мальчику. Сам герой свою медаль ставит наравне с наградой по кикбоксингу. Спортом Миша занимается основательно, и дипломов у него уже много. Больше его обрадовал планшет, который тоже вручили следователи. Кстати, в перспективе Миша предложили учебу в престижной кадетской школе. Но наш герой планирует следовать за своей мечтой. Школу свою тэквондо всегда хотел открыть, чтобы ко мне ходили ученики, набирались знания на тэквондо и могли постоять сами за себя. Не могу сказать ничего, что там его как-то особо так вот отличает. И, ну, учится неплохо, он без строек учится, старается. Ну, тоже бывает иногда и замечания напишет учитель, чтобы разговаривал на уроках или там чего-то там, не подготовился, там, не принес картон. Между тем, в детском саду, куда ходил Миша, решили начать вести электронную страничку. Ими гордится детский сад. И начали с него. Так что героическая история мальчика из поселка Лесной не канет в лету. А если бы вот еще такая ситуация произошла, ты бы так же поступил? Если там какой-то был 40-летний, мужик уже пьяный попался, какой-то, то есть уже здоровенный, то я бы на всякий случай бы позвонил в полицию, и они приехали, его бы остановили. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции, я его напомню. 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!